Вот еще одна новость культуры, отреагировать на судебный иск, который выиграл Андрей Макаревич. Как вам понравилась эта история? Ну, одновременно, несколько озадочила. Ну, мы оставим в стороне эту длинную историю, когда оказалось, что народу очень мало свойственно благородства. Вот, глядя со стороны, когда кто-то выступает перед детьми беженцев, оставшихся бездомными, перед детьми, которые не с этой стороны, а с той, потому что все равно дети. И вдруг пишут, что это каратели, которые выкалывают глаза, говорят, боже мой, о чем вы говорите? Благотворительный концерт, три песни, чертова знает, что случилось. Скипидарью всем залили под хвост. Но, мало того, что Макаревич выиграл иск к Проханову, Проханов человек яркий, увлекающийся, потому что надо создавать метафоры, вот фашисты... Он-то про глаза и придумал. Да, 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 и так далее, но проиграл. Бывает, бывает, да. Но то, что адвокат был из компании Борщевского, Михаила Юрьевича, человека умного, осторожного и правильно понимающего политику партии, вот это немного озадачивает. Макаревич в открытую сказал, что сигнал ФАС исходит из Володина в его адрес. Так это что, юридическая команда Борщевских и партнеры решила выступить против Володина? Я сейчас такого и представить не могу. Что это за тайный сговор? Вы не допускаете здравого смысла? Нет, не допускаю. Вот здесь не допускаю. Михаил Иванович, Веденой прием, оказанный Путину в Брисбене, означает ли новую холодную войну и... Что касается приема в Брисбене, и в данном случае я совершенно согласен с Лимоновым, который сказал, и нечего было туда есть. Потому что, если говорить честно и прямо, конечно, прием был оскорбительный. Он был оскорбительный на уровне разнообразных мелочей типа. Буквально по Зощенко, кому в центре карточки сниматься, а кому с краю, кого сажать за общий стол на ланч, а кого куда-то, кому бросаться всей толпой к трапу, а от кого буквально отворачиваться. Правда, молодец, все равно на час опоздал. Вот, вот опаздывать так опаздываю. Была намеренная, спланированная акция. Для чего? Вне всякого сомнения. Дело в том, что они там на Западе очень сильно гниют заживо от своей демократии. Они полагают, что если ты сказал дважды два-четыре, то так и должно быть, и ты и должен делать дважды два-четыре. Они не понимают, что декларативная политика, реальная политика, разные вещи. Вот как товарищ Сталин, мы, говорит, за мир, а в это время у кого-то откусывается кусок страны. Реальная, нормальная политика. Это точно так же. Нас, говорит, на Украине нет и никогда не было. То есть, ну все знают, ну что, конечно же, есть. Но, как говорил Наполеон, есть же, черт возьми, вещи, которые не говорится вслух. И людей это стало раздражать. Стало раздражать что? То есть ту сторону, что им смотрят в глаза ясным взором. Говорят заведомое не то, что есть на самом деле. Они этого не понимают. Они полагают, заключили минские соглашения отвезти в обе стороны и перестать гнать оружие, значит, надо выполнять. Одна страна не выполняет, значит, она нас обманула. Она вас не обманула. Она ведет свою политику. Таким образом, это же надо понимать. И поэтому ожидание, что вот он после этого приедет, выспится как следует, и устроит всей деревне такую метель, что куда лапти будут лететь, это было совершенно естественное ожидание, потому что, ну, нельзя простить, нельзя спокойно пережить такого приема. В результате в понедельник было абсолютно тихо. Лидер, видимо, выставил во вторник, вместо того, чтобы собрать правительство и посмотреть, у кого галстук торчит или еще что, поехал прямиком к народу, на ВДНХ. Смотреть на выставку достижений народного хозяйства, вежливый бронеавтомобиль, и обращаться к Народному фронту. Что случилось? Почему все ушли на фронт? То есть предполагать можно только, ну, как-нибудь обратиться напрямую к народу, потому что рейтинг 84%, для того, чтобы чиновники, ну, думаю, это вообще смешной орган, много о себе не мнили, потому что если вдруг чиновный аппарат на самом верху, на элите, не согласен с президентом, в смысле, нафига нам этот Донбасс с такими потерями и хлопотами, то народ все равно за президента. Это один вариант. Второй вариант. Вроде уже и делать ничего не надо. Вариант. Слушайте, а кто вообще рулит? Вот как-то обсуждаются какие-то достаточно бессмысленные или вредоносные законы, которые вдруг начинают исходить непонятно от кого. Адвокат Макаров предложил содрать еще одну шкуру с мелкого бизнеса. Так это уже не шкура, это уже какая-то пленка на скелете. И потом адвокат Макаров сказал, что отзывает свое предложение. Он сам не мог этого придумать, потому что он понимает, что 100 выйдет. Вот очень интересно, кто правит. Это говорит о том, что совсем неплохо объясняли про выдержку в школе первого главного управления комитета госбезопасности, внешняя разведка. Должна быть выдержка, спокойствие. Подожди, остынь, потом принимай решение. Чем крепче нервы, тем ближе цель. Вот здесь Путин действует очень грамотно. Только никто не знает, что он сделает завтра. В чем прелесть ситуации. Так что кто сейчас трепещет, я даже не знаю. Но видимо есть кому трепетать. Но денег на всех уже не хватает. Одним и в Тушенковом-то всех не накормишь. Путин говорит следующую фразу. О необходимости очень осторожного подхода при введении местных сборов с предприятий малого и среднего бизнеса. Вспомним товарища Сталина. Его статьи «Головокружение от успехов». Товарищ Сталин всегда гуманно и мудро поправлял ниже стоящих товарищей, которые перегибали палку и по части борьбы с троцкистами, и по части дополнительных налогов, ужесточений, порядков. А вот все такое доброе, хорошее исходило от товарища Сталина, и народ его страшно боялся и обожал. Так что здесь совершенно верно. От Путина должен сходить только гуманизм, только добро, только дать квартиру, только поправить взорвавшегося чиновника. А уже чиновники сами делают все остальное. Склады оружия устраивают у себя в загородных усадьбах, деньги немерено, неизвестно что. И самое главное, с коррупцией бороться. Не сметь повторять про 20-ю поправку Европейской Конвенции. Это что у вас? Начальник управления Генпрокуратуры будет отчитываться, на какие деньги он что приобрел? Да он тебя посадит за все что угодно. У тебя окажутся бриллиантовые каблуки на ботинках, через 10 лет придешь с колым на костылях. Так что вот совершенно верно. От Путина только хорошее. Ну, значит ли это, что как раз управляет и страной Путин, и все, что делается снизу, и все, что он говорит сверху, это все в одном мозгу рождается? Или вы считаете, что есть некие элиты, которые что-то тянут там куда-то, что-то ему там подгадили? Должно было бы быть так. Но поскольку оно все сейчас динамично движется, то вот народ на тротуарах, на рынках, в подземных переходах с чего-то построил такую гипотезу, что есть одна группа кланов наверху, ну, условно говоря, такие силовики, которые хотят продолжать гнуть силовым образом. А есть другие, условно говоря, системные либералы, которые полагают, что нужно свернуть взад обратно украинскую историю, так и налечь на благополучие, на экономику, на финансы, на прекращение санкций. И вот они борются между собой. Интересно так ли это? Но что-то в подобном роде неизбежно. Внимательно. Слушаем сейчас внимательно, следим за руками. России нужна стопроцентная гарантия, гарантия того, что никто не думает о вступлении Украины в НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британской телерадиокорпорации BBC. Гениальная формулировка. Вот у Хаджина среди научились. И чтобы никто не думал в это время о белой обезьяне. Все. И фокус прокатывает. То есть, во-первых, всегда можно сказать, что вы об этом думали. И тем самым нарушили условия. Мы же говорили, чтобы никто не думал. Второе. Это очень хорошо. Дайте нам все гарантии, чтобы Украина не вступала в НАТО. А что потом мы будем делать с Украиной? Вот Украине три раза дали гарантии, что вот эта вот ее территория, она может спокойно сдавать ядерное оружие, ее никто не тронет. И Великобритания, Россия там гарантируют неприкосновенность границ. А у нее там ни статус, ни присоединение. НАТИ получите. Потому что ДНР говорит как-то. И уходите киевские хунтовики, фашисты с оккупированных территорий. Что вы оккупировали? А большую часть территорий наших областей вопрос. Это что значит не вступать? Дело ведь в том, что когда представляется, что вот НАТО, вот эта страшная тень, эта агрессивная опухоль, она ползет на восток к нашим границам. Это одно. Вариант второй. Вот это вот Союз и государство, бывшие Советские Республики, они мечтают юркнуть под этот зонтик, чтобы им не сказали, что они оккупируют свою собственную территорию. Украина мечтала бы теперь быть в НАТО до того как год назад, и может быть тогда бы она осталась территориально неприкосновенной. Это мне так представляется точка зрения Украины. Предположим, Украина подпишет все. Мы не вступим никогда. Вопрос. Подпишет ли Россия все, что Украину никто не будет трогать? А когда подпишет, то будет ли это на самом деле, или солдаты, все офицеры и генералы будут проводить отпуск вот в таком вот чудовищном сафари на братской и оккупированной жидобандеровцами территории? Я думаю, это очередное, смешное, совершенно невыполнимое демагогическое условие, которое работает как симуляк какого-то переговорного процесса. А на самом деле в это время какая-то часть Украины уже переваривается, а в какую-то впрыскивается пищеварительный сок для того, чтобы ее тоже переварить, пробить коридор через Мариуполь до Крыма и так далее. Ну вот посмотрим, что выйдет. Кстати, вторая фраза из этого же сообщения Пескова. Однако никто такой гарантии России так и не дал, что заставляет Москву волноваться и вынуждает принимать меры предосторожно. Так что все дальнейшее может считаться мерами предосторожности. Я правильно понимаю? Вне всякого сомнения. Североатлантический военный блок все ближе к нашим границам. Неужели он нам никак не угрожает? НАТО никогда не имело в виду, насколько я знаю, нападать ни на Советский Союз, ни потом на Россию. Напротив, Европа тряслась от страха. Весь конец 50-х, 60-х, 70-х годы противопоставить советскому ядерному арсеналу в Европе было нечего. Так что они перед нами трепетали. И это вселяло в нас определенную гордость. Но сейчас немного вот иной расклад. Дело не в том, я думаю, чтобы обострять ситуацию, потому что экономически мы опять проиграем, экономические потенциалы не равны. А в том, чтобы спокойно по уму строить хорошую жизнь для своего народа. И здесь только разыгрывать карту национального унижения и возврата своих территорий все-таки долго не возможно. Потому что если бы этот возврат территорий сопровождался подъемом уровня жизни, созданием рабочих мест, строительством новых образцовых автострад, каждого больше масла, а работают все только в одну смену. А женщины не работают вообще, разве что только сами. Реально хотят, потому что зарплаты мужчины достаточно и так далее, и так далее, и так далее. И по всему спортивные лагеря, лагеря для детей, молодежи. И все такие отличные, здоровые. Ну, так это же была бы сплошная радость. Самое главное, не нужно вести жестоко националистическую агрессивную политику, как было в Третьем Рейхе. Но там территориальные возвраты и приобретения сопровождались резким подъемом и строительством всего. Ну, а как же можно при такой экономической ситуации? На какие, извините меня, шиши вот этот экономический подъем сделать? Вы знаете, совершенно верно, его можно сделать, но для этого мне страшно вымолвить. Как писала Татьяна, кончаю, страшно перечесть. Вот, вот страшно. Потому что построена раскрадная экономика. Чем больше денег вкладывается в проект, тем выгоднее для элиты, потому что тем больше денег можно украсть. Украсть надо сегодня, ибо что будет завтра, абсолютно неизвестно. И богатейшая страна, вместо того, чтобы вкладывать деньги в свою экономику и поднимать ее, разворовывает, что может, а бабло угоняет за бугор. А вместо своих рабочих мест импортируют гастарбайтеров, потому что это выгодно могущественной строительной мафии. И не перекрывает границы с государствами, через которые идет поток наркотиков. Мы уже первые в мире, по героину и по многому еще. Потому что наркомафия отстегивает сумасшедшие суммы. Боюсь представить до какого верха, ибо больше ничем безнаказанность наркомафии в стране не может быть объяснена. Ну что же здесь останется делать, я даже не знаю. Вот разве что в самом деле писать безвредные книги. Как вы думаете, что будет с Белоруссией? Есть ли шанс избежать присоединения к империи? Мне очень понравилось заявление батьки, что если хоть один сапог, а какого оккупанта ступит хоть на один метр землю Белоруссии? Мы будем воевать всеми силами. Хорошее заявление. Он антидемократ. Ну а силы-то есть для этого? Если кто-то вцепляется зубами, то получается зимняя война с Финляндией. Слишком дорого обойдется. Таким образом, если батька упрется каблуками, я не думаю, чтобы Россия всосала Белоруссию, хотя уже давно большой российский бизнес хочет поглотить и переварить все хорошего, что в Белоруссии есть. А вот батька диктатор поганый, но вот не дает, понимаете. Назарбаев уже сказал, что это у вас в России за водка, ее нельзя пить. Отвечаю, да, ее нельзя пить. Но со стороны Назарбаева это просто идеологическая диверсия. Раньше мы говорили, не то боржоми, не те молдавские вины, не те украинские сыры, и вдруг не та русская водка. Вот мне это не нравится, что он себе позволяет.